Интернет 2009 года Мы использовали его для отправки почты, звонков и обсуждения интересующих нас тем. Даже банковская сфера становилась виртуальной. Но то, что мы считали на тот момент самим собой разумеющимся, 50 лет назад было смутной идеей. Чтобы понять, как же мы зашли так далеко, нужно вернуться в 1957 год, когда все только начиналось. До 1957 компьютеры работали только над одной задачей за раз. Называлось это пакетной обработкой данных, и, конечно же, такой подход был неэффективным. Из-за увеличения размеров компьютеров необходимо было размещать их в специальных охлаждаемых помещениях. И вскоре разработчики уже не могли работать непосредственно за компьютерами. Нужно было вызывать специалистов, чтобы подключиться к ним. Программирование в то время требовало много ручной работы, а отсутствие прямого подключения к компьютерам приводило ко множеству багов, что впустую расходовало время и нервы разработчиков. И в 1957 году произошло большое изменение. Было установлено удаленное соединение, что обеспечило разработчикам непосредственную работу на компьютерах. Тогда же появилась идея разделения времени. Это была первая идея в вычислительной технике о разделении вычислительной мощности одного компьютера между множеством пользователей. 4 октября 1957 года, во время Холодной войны, Советским Союзом на орбиту был запущен первый беспилотный спутник, «Спутник-1». Возник страх ракетного отставания. И чтобы сохранить технологическое превосходство Америки, в феврале 1958-го США основали Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам, DARPA. В то время знания передавались только людьми. DARPA запланировали крупномасштабную компьютерную сеть, чтобы ускорить передачу знаний и избежать удвоения уже существующих исследований. Эта сеть станет сетью ARPANET. Кроме нее, разрабатывались еще три концепции, которые оказались основополагающими для дальнейшего развития интернета. Концепция военной сети, созданная в Америке корпорацией RAND. Коммерческая сеть национальной физической лаборатории в Англии. И научная сеть Цикладис во Франции. Научный, военный и коммерческие подходы этих концепций — основа нашего современного интернета. Начнем с ARPANET, наиболее известной из этих сетей. Ее разработка началась в 1966 году. Университеты были довольно осторожны в вопросах того, чтобы делиться своими компьютерами, поэтому перед большими компьютерами-мейнфреймами начали ставить компьютеры поменьше. Так называемые пользовательские терминалы взяли на себя контроль сетевой активности, в то время как мейнфреймы отвечали только за запуск программ и файлы данных. Одновременно эти терминалы служили интерфейсом для мейнфреймов. Поскольку в сеть были объединены только терминалы, ее также называли подсетью терминалов. Чтобы впервые соединить два компьютера, компания Network Working Group разработала протокол управления сетью, NCP. Позже NCP был заменен более эффективным протоколом управления передачей данных, или TCP. Характерной особенностью TCP является проверка успешности передачи файла. Совершим небольшой крюк в Англию. Поскольку NPL-сеть была разработана на коммерческой основе, предполагалось множество пользователей и активный обмен файлами. Поэтому, чтобы избежать перегрузок линий, отправляемые файлы делились на меньшие пакеты, которые вновь собирались на стороне получателя. Так появилась пакетная коммутация. В 1962 году американские самолеты-разведчики обнаружили на кубе ракеты, способные достичь Соединенных Штатов, что усилило страх ядерного конфликта. В то время информационные системы имели централизованную сетевую архитектуру. Чтобы избежать выхода из строя во время атаки, была разработана децентрализованная сетевая архитектура, которая в случае потери узла оставалась бы работоспособной. Связь все еще осуществлялась на основе радиоволн, что вызвало бы проблемы в случае ядерной атаки. Нарушение ионосферы привело бы к нарушению передачи радиоволн длинноволнового диапазона. Поэтому нужно было использовать прямые волны, которые, однако, не передать на большие расстояния. Наилучшим решением оказалась модель распределенной сети. Она позволяла покрыть большие расстояния с минимальными помехами. Еще одной вехой было развитие французской сети Цикладис. Поскольку у нее был гораздо меньший бюджет, чем у Арпанет, и как следствие меньше узлов, усилия были направлены на объединение с другими сетями. Так появился термин интернет. Более того, концепция Цикладис пошла дальше, чем концепции Арпа и НПЛ. В процессе передачи между отправителем и получателем другие компьютеры больше не вмешивались в процесс, а просто служили узлами передачи. Протокол Цикладис проходил через все компьютеры, используя физический уровень, реализованный в аппаратной части, обеспечивая прямую связь с получателем, или end-to-end архитектуру. Достижение сети Цикладис в противовес несовместимости остальных сетей сподвигло разработчиков к их объединению. Телефонные компании разработали протокол X.25, который позволял наладить связь через их серверы, конечно же, в обмен на ежемесячную оплату. Разработанный DARPA, TCP должен был соединить компьютеры через шлюзы, а Международная организация по стандартизации разработала базовую эталонную модель взаимодействия открытых систем, OSI. Новшеством эталонной модели OSI была попытка стандартизации сети, начиная с ее конечных узлов, и разделения каналов на отдельные слои. И, наконец, TCP вобрал преимущество эталонной модели OSI и уступил дорогу протоколу TCP-IP, стандарту, обеспечивающему совместимость сетей и в итоге объединившему их. Создав интернет. К 28 февраля 1990 года оборудование ARPANET было демонтировано, но интернет продолжал работать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok